Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – заболевание сердечно-сосудистой системы. Гипертония, инфаркт, тахикардия, ишемическая болезнь, атеросклероз, инсульт. Причины болезни – наследственная предрасположенность или нездоровый образ жизни. Целью нашего урока является описывать причины и симптомы заболеваний кровеносной системы. Обратимся к словарю. Гипертония – это стойкое повышение артериального давления. Инфаркт миокарда – это омертвление мышц сердца. Эндортериит – это перемежающаяся хромота курильщиков. Стенокардия – это приступы сильной боли, связанные со спазмом коронарных артерий. Тромбофлебит – воспаление вен и образование в них тромбов. Атеросклероз – это отложение на стенках сосудов холестерина. Изменение кровяного давления бывает двух видов – гипотония и гипертония. Гипотония – это стойкое понижение артериального давления от 90 на 60 и ниже. Тогда как гипертония – это стойкое повышение артериального давления от 140 на 90 и выше. Причины гипотонии – слабость сердечной мышцы и сосудов, низкий уровень обмена веществ, гиподинамия. Причины гипертонии – сужение стенок артерий, потеря эластичности, возрастные изменения, холестериновые бляшки. Меры профилактики при скачкообразном изменении давления – во-первых, это уменьшение в рационе белковой пищи, во-вторых, сон не менее 8-9 часов, в-третьих, это прогулки на свежем воздухе и, в-четвертых, исключение по возможности стресса. При сильном повышении давления сосуды могут лопнуть, а кровь может излиться в органы. Особенно опасно кровоизлияние в мозг, то есть инсульт. Оно приводит к повреждению клеток мозга, потере чувствительности мышц, нарушению речи и памяти. Отдельные части тела или весь организм могут стать неподвижными. Паралич Существует пять шагов быстрой диагностики инсульта. Во-первых, это внезапная слабость, а не менее конечности – рук, ног, пальцев, части лица или тела. Во-вторых, головокружение, потери равновесия, нарушение координации. В-третьих, человек не может повторить предложение, речь невнятна, он не понимает, чего от него хотят. В-четвертых, человек не может показать язык или тот скашивается в одну сторону. В-пятых, пытаясь улыбнуться, человек не может совладать с мимикой, улыбка получается искривленной или односторонней. При появлении даже одного из этих симптомов срочно вызывайте скорую помощь. От трех до шести часов – это время с момента появления первых симптомов, когда развитие необратимых изменений в мозге можно избежать. Инсультнику необходима ускоренная помощь. Часто его путают с пьяным человеком. Инфаркт миокарда – это очаговое омертвление в сердечной мышце, возникающее вследствие нарушения кровотока, тромб, спазм или разрыв сосуда. Оставшись без кислорода, клетки сердечной мышцы погибают в течение 20-40 минут, поэтому важно своевременно оказать помощь. Классический симптом инфаркта – это сильная боль за грудиной. Она может распространяться на левую руку, плечо и левую половину шеи, на межлопаточное пространство. Часто появляется чувство страха. Приступ может возникнуть в покое без видимых причин. Боль продолжается от 15 минут до нескольких часов. Причиной инфаркта и ишемии является атеросклероз из-за нарушений жирового обмена. При инфаркте и ишемии может не быть классических симптомов. Они могут маскироваться под боли в органах пищеварения или дыхания. Точный диагноз ставят с помощью электрокардиограммы. Первую помощь. Надо срочно вызвать скорую помощь и до ее приезда принимать таблетки нитрокальцерина в дозировке от 0,5 мг с 15-минутным интервалом. Рекомендуется также разжевать таблетку аспирина. Инфаркт, как правило, не возникает до 25 лет, чаще всего после 65 лет. Ишемическая болезнь сердца. Это органическое и функциональное поражение миокарда, вызванное недостатком или прекращением кровоснабжения сердечной мышцы и ишемией. Ишемическая болезнь сердца может проявляться острыми инфаркт миокарда, остановка сердца и хроническими стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечно-недостаточно состояниями. Клинические признаки ишемической болезни сердца определяются конкретной формой заболевания. Ишемическая болезнь сердца является самой распространенной в мире причиной внезапной смерти, в том числе лиц трудоспособного возраста. Волнение или страха. Если вместо жировой бляшки в сосудах образуется сгусток крови, такое заболевание называют тромбозом. Какие же существуют причины заболеваний сердечно-сосудистой системы? Во-первых, это гиподинамия. Недостаток двигательной активности ведет к атрофии сердечной мышцы. Во-вторых, это никотин. Никотин вызывает устойчивый спазм сосудов инфаркт миокарда. В-третьих, это стрессовые ситуации, отрицательные эмоции, которые истощают сердечную мышцу. В-четвертых, это экологические факторы. Например, недостаток кислорода в атмосфере вызывает гипоксию, меняется ритм сердечных сокращений. В-пятых, это алкоголь. Отравляя сердечную мышцу, развивается сердечная недостаточность. В-шестых, патогены микроорганизмы вызывают инфекционные заболевания сердца. Какие же существуют отрицательные, положительные и неуправляемые факторы, влияющие на сердечно-сосудистую систему? Из отрицательных можно сказать, что это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гиподинамия, курение, алкоголь. Из положительных факторов, которые влияют благотворно на сердечно-сосудистую систему, это здоровое питание, физическая активность, витамины, БАДы. Но существуют еще неуправляемые факторы, которые не зависят от человека. Это возраст, это генетика, это пол и раса. Давайте выполним задание. В правой колонке показаны различные заболевания сердечно-сосудистой системы. Инсульт, инфаркт, ишемия, стенокартия, тромбофлебит, атеросклероз. А в левой колонке показаны их определения. Вам необходимо найти соответствие определения и название болезни. Подумайте. Сделайте это задание письменно в тетради. Проверьте себя. Домашнее задание. Прочитать параграф номер 24 учебник биологии для 8 класса и подготовиться к следующему уроку. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...